Можешь курить и пить алкоголь – значит взрослый. Увы, так считают многие подростки. Но вот медики с ними в корне не согласны. Как показывают результаты последних медицинских исследований, головной мозг человека окончательно формируется только в 21 год. Поэтому Министерство решил вернуться к идее повышения возраста, с которого можно покупать крепкий алкоголь с 18 до 21 года. Известно, что рост и развитие молодого организма продолжается и в 20-летнем возрасте у кого-то. Этот рост продолжается до 23 лет. Особенно это касается нервной системы. И поэтому, как говорится, чем позже человек столкнется с алкогольными напитками, тем будет лучше. Часто бывает так, что родители, пытаясь уберечь своих детей от плохих компаний, приучают ребенка к алкоголизму дома. Ведь лучше под родительским контролем качественный продукт, чем по подъездам с кем попало. Врачи уверяют, что для подростка алкоголь смертельно опасен в любом месте. Основными пострадавшими в организме являются мозг, печень и кровь. Также страдает и эмоциональная сфера ребенка. Под влиянием алкоголя иммунная система молодого организма перестает защищать организм должным образом. И то есть получается, что человек более подвержен таким заболеваниям, как ОРВИ или инфекция мочеполовых путей, воспаление дыхательных путей. Еще самое главное, что алкоголь является стимулом к беспорядочным половым связям. И приводит к изражению инфекциями, передающимися половым путем. В 2019 году Минздрав уже пытался предпринять меры по повышению возраста продажи алкоголя. Но в Министерстве финансов не согласились. Сослались на Конституцию России, в которой указано, что совершеннолетние могут в полном объеме осуществлять свои права. А вот что скажут прохожие, продавать или не продавать 18-летним? Я сейчас возьму пример старшеклассников. Медседо-выпускные классы, там 9-11, ну, сам понимаешь, они не хотят выпить. Если поднять, они все равно достанут. Конечно, стоит. А почему? Ну, не узнаете почему, успевается молодой. Мне кажется, все равно. Мне кажется, наверное, все от семьи. 18 лет уже в армию забирает. Однозначно, да. А вот все-таки почему? Зачем? Алкоголь детям. Ну, все-таки, если на след это уже как бы, вы считаете, что нет. Конечно, рано. 21 и точно подумать, но нужно. Конечно, нужно поднимать. Дети не должны пить. Подрастающее поколение должно стать нам опорой, фундаментом для постройки крепкой России. Нет. А почему? Лишнее все это. Ну, на кого хорошо алкоголь сказывается, правда? Тоже верно, да. Ну, вот поэтому, наверное, хорошо, когда. Здравствуйте, да, потому что алкогольная продукция очень вредна для молодежи. Вот я и говорю, а что поменяется? Ну, как будут впаривать, так и будут впаривать. В Ульяновской области общая численность страдающих от алкоголизма составляет 1397 человек на 100 тысяч населения. Напомним, что алкогольная продукция вредна для всех, вне зависимости от процентного соотношения спирта. На данный момент проект министерства готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. Илья Михно, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.